вот наша очередь немного было влуждать в лесу да это не постановочное видео так что всем привет это как ввел термин стас наше гуляльное видео следующее пошли мы в метель как там написано циклон какой-то надвигается сюда походить по лесу может где деревья будут падать может еще хоть посмотрим если вообще заснимем это все будет вообще здорово пошли мы гулять в лес потому что нам обещали что идет какой-то циклон и типа все должно завалить снегом вот поэтому мне стало интересно это будет правда или нет циклона картиночку я куда-нибудь вот сюда наложу чтобы было видно кстати тебя не будет это как раз в кадре вот пошел этот снег который мы ждали все-таки он начался посмотри пожалуйста сколько время его обещали что нас начнет глобально заносить два часа дня и мне вот интерес да ну вот видишь немножечко запоздала середина тучи но тем не менее мелкий снег шел но сейчас посмотрим сможем мы там где потом пробраться в такую погоду или нет и надеюсь все таки этот микрофон запишут звук хорошо и без ветра как видите снег потихоньку то и везде уже как это называется земля оттаяла местами траву видно старую прошлогоднюю ничего нам осталось чуть-чуть сейчас мы нырнем тот лес и уже у нас ветра такого не будет там сзади тут какие-то тетки человек такую погоду вынесла ладно у нас там экстрим вылазка своеобразно в летних точнее в осенних костюмах в зимний лес а им то чё дома не сидится не смотрится сериалы примеру на тнт или стс есть конечно сейчас идут в стс реал и телевизор 100 лет не смотрел вот мы уже отошли дальше от города как видите здесь можно даже если ночью выходить по следам это выйдешь тут он народу ходила не обязательно даже иметь при себе компас как играл в этом лесу блуждать негде есть только вот таких зарослях новых помощь мы тут лазили он там а опа так мы где-то в районе синего стола я думаю да здесь похоже проезжали лесовозы он следы здоровы и он спиленное бревно валяется по ходу опять кто-то под шумок тихо мирно лес смотри тут целая дорога куда мы с тобой обычно ходят тосны помнишь там валялась раньше по ходу они там продолжают выпиливать мы все таки решили пройти по этой дороге и посмотреть насколько весь этот там запущен вроде отваливаться не откуда значит он от той сосенки в общем как всегда пошли за одним делом нашли другое хорошо это плохо я не знаю но но увидим что еще тут можно сказать отпуск весь пролетел как один день я его даже не ощутил такое ощущение как будто я только вчера с работы пришел и пошел сегодня в лес хотя по дням это было очень долго почему не ощутил ну потому что погода сами видите особо много никуда не находишь такую погоду и смысл всего этого отпуска был как бы в другом но об этом я сказать не могу потому что там придумали какую статейку лет так об на 8 можно залететь если начнешь говорить почему у тебя отпуск вдруг посреди зимы вот как то так в общем идем практически нашим маршрутом где мы ходили обычно летом только теперь у нас здесь дорога и все скорее место где у нас был привал все скорее вырубается уходим там тачка стоит видел а то кто его знает что там они чудят капюшон одевай хорошо если конечно это кто-то на блядь приехал вот так хрен его знаю вон джип еле я и говорю вот так попробуй сходи в лес потихой хотя все время кто-то пропалит но зато мы сейчас выйдем четко на поляну вот что им там надо было в субботу они сейчас наверно задаются тем же вопросом что им тут надо в субботу я не думаю что они там взрывали труп вон смотри здесь че это нифига не следует снег падал так все . уехал добавля чуть не упал как вот тут можно идти подходим к вырубке прямо видно что тут пилят и очень много уж я не знаю мы предполагаем что у этих людей есть на это разрешение вот здесь где-то раньше валялась сосна а вот она кстати до сих пор лежит вот и здесь видимо решили продолжить здесь тогда стоял палка такая с красным скотчем как маячок я думаю это вот тогда проставляли все места где будет производиться вырубка да это дерево так и лежит не тронут меня тут как-то спрашивали насчет грибов которые похожи такие на мозги то это вот было вот по этой дороге когда здесь не было дороги поэтому теперь тут по ходу грибов нет от слова совсем там он еще . сзади поэтому надо сваливать отсюда он там она где-то за бревнами светится он там я не знаю будет видно нет вот где-то вот здесь он там красный огоньки должны светиться все скорее та тачка въехала тоже оттуда да уж очень интересно вот так наше место и обнаружили тогда я так понимаю если мы сейчас тобой даже пойдем дальше они в районе той поляны как раз недалеко от нашего места ладно пойдем как раз вот где-то в этом месте торчала та эта палка точнее вбитый кол слушай мы сейчас реально вот они мы вот здесь ходили а они здесь все бревнами заложили мы же никогда вот до этого места не доходили мы шли вот здесь ну чё ж придется идти сюда туда мы никогда не приходили ну ладно мы сейчас с тобой аккуратно пройдем без палев вон там как раз мы пойдем и на наше место здесь посмотрим у нас сейчас просто плюс с тобой что мы сливаемся с деревьями в этих растениях вот такую чурбанку нам бы надо домой только целиком круглую парочку так здесь сиди осторожней чтоб не провалиться короче знаешь я чё думаю давай вообще пока свернем камеру мало ли чё поехали так диктофон работает это я буду писать звук чтобы точно все было нормально даже получается так что звук будет идти вообще непрерывно писаться даже если я выключу камеру вот так это все будет выглядеть так на пуговицу я делаю значит вот сюда ну чё поверни вокруг везде мы находимся за новой вырубкой как выяснилось здесь рубят лес и соответственно мы не пошли светить свои лица мы не знаем насколько это все как бы законно да даже если это увидит кто-то в интернете это уже дело третье в общем что еще хотелось бы сказать пока сказать нечего вот единственный минус видишь придется резать блять а резать не хочется ладно пойдем обходить всю эту новую вырубку чтоб нас не полили я планировал вообще дойти до старой суздальской дороги но похоже сейчас придется вот так ходить плутать если кто-то думает что это постановочное видео нет такие постановки как говорится не канают зато теперь меня хорошо слышно куда бы я не ушел от телефона это самое главное это вот какая-то старая вырубка она вот тут на карте кругом поэтому мы ее обходим с другой стороны чтоб нас не видели там где-то вон жгут костер ну видно то ничего страшного что не будет и там там за этой за этой поляной наше место где мы в гамаках сидели где мы на котелке тогда грели всякие вещи так что должно быть интересно ну ты слышишь что людей то не слышно не не как все это странно как по мне я думал тут будет чего-то там народ с пилами понятно уже что тачка ехала это был не бледовоз вот от старой вырубки вот вот она как раз это старая вырубка снег за шиворот падает но она потом почему-то заболотилась и стала вот такой слушай мне кажется это вот либо лисица ходят либо зайцы бегают как ты думаешь я думаю что это лисица было бы конечно прикольно увидеть сейчас лису кстати сейчас мы пойдем по ее следам потому что тут уже не пройдешь так смотри она так и бежала ладно идем дальше осторожно вот здесь не провались сушь ты посмотри прям блин бежала ну если мы встретим лесу это будет прикольно так она побежал туда а нам надо вон туда идти вот так люди в лесах и теряются в незнакомых они вот так как мы хаотично ходят и я думаю что они кто-то не запоминает дорогу а кто-то просто проваливается в чего-нибудь и все ну я имею ввиду когда уже снег то это тоже дерево валяется то ли спилили то ли сам упал но я конечно ожидал что будет мощнее это пургата я думал мы будем идти вот так примерно пробираться сквозь снег тут что-то все лайтово так тихо не показалось если будут стрелять сразу за дерево нафиг прямо на снег садишься и спиной к дереву а лучше вообще ложишься у тебя видно не было опа и вот здесь осторожнее они где-то вон там жгут слушай это вон там не талия это вон видишь белая это не эти ли блять не бревна ли навалено просто мне что-то кажется что это вот так выглядит вон идем вон там наше место вот можем на обратном пути сходить посмотреть что там как-то вот но это я думаю потом врубай пока сейчас мы все-таки решили дойти до нашего места посмотреть где мы варили суп где мы ходили тогда в гамма ну где мы ходили и вешали гамаки и там лежали это вот то место про которое мы говорили что его кто-то обнаружил оно вот буквально здесь пойдем я надеюсь что я сделал верное предположение если это вот поляна мы были вон с той стороны поэтому идем проверять мою теорию здесь должно быть много поваленных осторожно здесь видишь она лежит куда так давай тогда так значит она туда еще будет падать пойдем сюда я уверен что она на нас не упадет но все равно вот нашел где пройти так вот мы уже где-то близко как обнаружится большие бревна тут точно осталось немного а большие бревна по моему вот уже заметены но это не точно так да похоже на ту болотину где я обычно лазят так ну надо учитывать что здесь наверное вот столько снега от земли да вот вот березе береза березы у нас были он туда мне кажется вот здесь я тогда где-то лазил и суши но мне кажется ел у елок маленьких близко не было но надо найти сюда идем да непонятно где мы местность я когда она заснежена совсем не узнаю вообще но где-то вот вот где-то приглядись нигде наши палочки не торчат сушает вон не там находится нет пожарный ров он там в другом лесу короче это я нет я пытаюсь вспомнить у нас вот это вот наша поляна мы ее видели всегда приходили мы оттуда в этот раз мы зашли с другой стороны тянет такую щенка быть дрон летает или от деревьев так шумят он с вами там макушки как качаются видимо начинается ветер все таки так что у нас там было у нас там была елка 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 береза что-то я короче потерялся ладно сейчас найдем я потом это все изрежу чтобы было покороче давай начнем с того что у нас не было вот этой просеки никогда правильно мы ее не видели сейчас она явно тут прослеживается если брать то мы не дошли чуть-чуть вон там похоже поляна либо наше место она где-то совсем вот здесь но так как все заснежено я никак не признаю либо она вон там где еще раз либо она вон там либо это вот она но мы сюда никогда не ходили но там вспомни когда относительно костра встаешь было видно вон ту штуку правильно причем ее было видно отчетливо поэтому давай вот здесь еще раз пролезем посмотрим я думаю где то мы уже близко но все равно это не точно смотри какие-то поваленные березы я их не помню хотя ты знаешь какой похоже береза помнишь у какой-то маковка упала нет это вот береза упала вот она торчит видишь огрызок вон корень вон там наше место так он лежит корень туда куда-то сушки они такое ощущение что здесь пилили все я не помню вообще вот этих всех таких дел не я сейчас из принципа найду у меня уже азарт конечно она может вон там быть дальше блять ну я уверен что она была здесь где-то не а не видишь что тоже наставили опять вырубок вон кол торчит красный вот торчит кол вон поляна слушай точнее мне кажется мы уже эту местность не узнаем из-за того что тут вырубили половину или из-за снега ну вот смотри вот поляна так вот поляна мы обычно шли 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 у меня просто такое впечатление что банки наши раньше где-то висели вот здесь а тут проредили все за еще посмотрим на это так мне кажется есть тут и была вырубка небо они не стали бы выкорчевывать нет по ней они может не выкорчевывали но но с другой стороны я не помню вот этих кустов ну знаешь это может быть те же самые кусты только без листьев их не признаешь ну либо знаешь чё мы с тобой крутанули так что вышли где-то не то но лес смотри он был вот такой там правильно там же береза была с этой я подумал что чага отсутствие вот этой си растительности большинство он так сказать менее пышно кажется более просторным лес либо мы не дошли либо здесь несколько вот таких этих я сейчас он до туда дойду посмотрю точно я говорю пойду дойду до туда посмотрю точно где поляна ты за мной не ходи мало ли чё но ты все равно снимай меня чтоб я был в зоне видимости потому что меня все равно слышно то будет непонятно мне все это либо это не то поляна либо я не знаю странно все вроде мы там но не там даже не могу понять где мы иди сюда сейчас серёга меня догоняет и пока он меня догоняет я вообще выйду целиком на эту поляну и посмотрю где мы вообще очень интересно но в итоге ничего не понятно так вот дорога на вырубку вот поляна но это не то поляна березы нет это не то поляна представляешь мы реально пришли не туда вот это к вопросу а заблудившихся в лесу вот так ходят ходят раз и потерялись смотри вот лесовозы ездили у нас поляна была не из кустов наш поляна была в ней на ней нет подожди на ней чё росло папоротник кустов не было березы вообще не наблюдаю надо посмотреть тогда по гуглу где мы вообще потому что уж очень это все странно как по мне приключение до на рамша превратилась в наматывание кругов по лесу да 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 правильно серёга ты говоришь ну давай реально смотреть к на рамше мы уже не попадем в такой-то снег не то что там чего-то а просто это не попасть мы попадем если мы вот так сейчас прямо пойдем так начнем с того что я сейчас запущу оффлайн карту я вот будет долго прогружаться вот смотри на рамша если будет видно вон на рамше написано где мы где на рамше видишь то есть она сейчас позади на тебе например хуя мы крутанулись я вообще был уверен что на рамше там она вон там значит эта дорога по старой суздальской офигеть ну да север вон вон там север она рамше у нас на севере если север там то город там где-то мы лишний полкруга крутанулись прикольно вышло вот почему плюс все-таки современных гаджетов когда google нас совсем отключит от всего если вы так круто даетесь в лесу вы уже возможно не выйдете а теперь мне показывает что на я вообще не в том месте вышел так 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 сейчас блять но почему на рамш там если город там может google пиздец может вот на рамша там теперь теперь все встал на свои места вот на рамша вот вот мы видно но смысла все равно никакого я не понимаю можешь уже google глюченый ну как он во первых на чем может включить есть это оффлайн-карты нет я имею ду ходили слухи среди этих как их водил что они отключили много спутников помнишь даже сашка когда дрон вереть его запускал говорил что нет этих спутников их отключили да вот все скорее мы сейчас находимся в таком же положении что их отключили просто мне уже теперь показывает что каменного там фигню какой там показывает на санте и вправду вот там типа север короче какая-то в натуре хуйня нездоровая я знаю что думаю выключай и пошли назад как шли чтобы многие понимали выходим назад мы идем по своим следам но как видите их уже почти все занесло а нам еще идти больше километра и я надеюсь мы обнаружим свои следы вот и выйдем по ним все таки а если не выйдем то вы не увидите видео да если выйдем точнее если вы видите это видео значит мы вышли по своим следам правильно вот вот уже телефон засыпало снегом поэтому у меня начал он отключаться экран полностью сырой и короче снова следы засыпало и их еле видно но когда нас это останавливало в общем получился такой мега триллер вверх вот да вот это я нахуй вертел тут поворотов по-другому не скажешь ну и все здесь уже вообще их нет смотри остатки остатки какие как говорится вот такие экстрим походы наши уважаемые телезрители ну все вот мы вышли к этой новой вырубке вот эти бревна откуда мы заходили следы наши как видите уже совсем занесло еще немного и мы бы вообще не нашли дорогу так что можно нас поздравить мы как говорится этот квест прошли достойно вот это вырубка вот дорога ну а дальше в ту сторону и мы почти в городе вот наши следы новые и вот смотрите вот мы шли и от наших следов уже почти ничего не осталось совсем их просто нет вот смотрите если бы мы еще минут сорок с ним думали что делать то мы бы не вышли по своим следам так что как я уже говорил будьте аккуратнее вот и наша очередь немного была поблуждать в лесу это не постановочное видео так что то мы теперь